Большинство раз в предложении с ощутимым экономическим эффектом представили айхальцы. Нужно предоставить возможность комиссии разбираться в тайне творческой атмосферы, царящей на производственной площадке Айхала, но их идеи касались как интеллектуальных способов обойти бортовые компьютерные системы тяжелогрузных машин, так и упрощения процесса ручной переноски баллонов. Чаще всего перед рабочими встает проблема замены запасных частей. Зарубежные производители техники даже рады доработке своих машин на местах. Производители, они вроде бы как больше даже советуются с нами, так как они непосредственно не трогают это руками, не щупают, скажем так. Они чисто теоретики, а когда это происходит уже на практике, это уже совсем возникают другие вопросы. Очень много хороших распредложений, и хочу заметить, что нужно как можно больше ГОКов в это делать структуру, чтобы люди между собой общались, встречались и где-то пересекались. Возможно, что какие-то распредложения с других ГОКов в нашей компании можно применить у себя и также наши. 125 миллионов в год. Такой экономический эффект дает распредложение Владислава Платонова. Суть – замена существующего заполнителя в закладочной смеси. При тех стройках, которые ведет сегодня Алроса, идея своевременная и актуальная. Но главное – должен был найтись кто-то, кто задумается об удешевлении смеси и возьмет на себя ответственность за процесс. Как я считаю, работа инженера в этом и состоит, чтобы улучшить, что-то изменить, модернизировать, повысить производительность. В этом и состоит работа инженера. В Алроса уже создан специальный отдел, который будет помогать рационализаторам. Эту новость, принимающие участие в конференции и дальше в конкурсе рационализаторов, приняли с интересом и надеждой. Мы узнали, что создается новая служба в компании, которая будет непосредственно заниматься и облегчать работу рационализаторов. Ну и поделились опытом, узнали, что в Министерском ГОКе есть служба, которая специально занимается рационализацией. То есть это выделенные люди. Отдел небольшой, но, судя по докладу, у них уже есть серьезные результаты их труда. И, в общем-то, это можно взять за основу для других подразделений компании. Но, несмотря на создание отдела ПримГОКе, почетное награждение по итогам конкурса рационализаторов не показало вала сильных заявок от мирненцев. В лидерах оказались Айхал и Укс. Отнять у них пальму первенства теперь будет сложно. Но можно. В любом случае, Алроса укрепляет свою политику относительно изобретательства и рационализаторства, выходя на новый уровень работы во всех своих подразделениях.